Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Артисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 1 марта в Самарской области начнется международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». 42 участка самарских дорог отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На трех из них сейчас работы в самом разгаре. Они испытывают сильнейший голод после зимы и особенно опасны в мае. Как уберечь себя, близких и домашних питомцев от клещей? Советы экспертов. Майские праздники обещают быть насыщенными. В Самарской области пройдет первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Он начнется 1 мая и продлится 6 дней. Участники съедутся не только из России, но и из Франции, Испании, Финляндии и других стран. Жители региона ждут концерты, автоматопробег, круглые столы и показы тематических фильмов. Какие еще мероприятия приготовили организаторы в нашем сюжете? Их объединяет не только любовь к музыке, но и убежденность в том, что фашизм – зло, с которым нужно бороться всеми доступными способами. На международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» съедутся музыканты из 8 стран. Помимо российских исполнителей приедут гости из Франции, Испании, Никарагуа, Латвии, Словении, Финляндии и Великобритании. В семейной истории почти каждого из них оставила свой след Вторая мировая война. Дед солист из Словении Саша Гачника был в концлагере. У Волынщика из Великобритании оба деда сражались на войне, а дядя погиб в 43-м году. Бывший военный из Франции Франсуа Мадеме в 2014 году приехал на Донбасс и 8 лет воевал там. Я искренне рад, что фестиваль международный, что все попытки в отношении нашей страны вести так называемые культуры отмены и запретов не работают. И абсолютное большинство жителей планеты, я уверен, понимает, что такое нацизм и какую угрозу фашизм представляет. Это не случайные люди приезжают сюда. Это не просто артисты. Это наши с вами друзья. Это те, кто поддерживает нас везде. По мнению организаторов, символично, что первый международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» пройдет на Самарской земле. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей. Сюда были перевезены заводы со всей страны. Более 40 военных производств. Здесь изготавливали снаряды, танки и знаменитые советские штурмовики Ил-2. Отсюда в годы войны на фронт ушли 528 тысяч человек, а вернулись менее половины. Здесь ковалась в том числе и духовная победа над фашизмом. В Самару переехали все ведущие коллективы творческие. Откуда шла трансляция, выступление Большого театра? Отсюда. Откуда вещал Левитан с марта, по-моему, если не ошибаюсь, с весны 43-го года? Отсюда на весь мир. Гитлер лично считал его своим личным врагом. Международный фестиваль будет проходить при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Начнется праздник 1 мая на площади Куйбышева. Там пройдет митинг-концерт «Мир, труд, май». Будут работать фестивальный городок. Пройдет автомотопробег с возложением цветов на площади славы. Фестиваль будет проходить не только в Самаре, но и в Новокубышевске, Сызрани, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске. Гостям праздника покажут тематические фильмы, в том числе и Нюрнберг. Мы много слышим о том, что кто-то не до конца в культурной среде понимает происходящее. Вот абсолютное большинство деятелей культуры, искусства прекрасно понимает, что происходит сегодня в стране и в мире. И я думаю, что вот эти по-настоящему творческие, талантливые люди выразят свою позицию вне фестиваля в Самаре. Гостей фестиваля также ждут круглые столы с участием музыкантов «Ночь военно-исторических музеев». Почетным гостем фестиваля станет Стивен Сигал, который является не только актером, но еще и блюзменом. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Возможность познакомиться с героем нашего времени выпала студентом Самарского политехнического колледжа. Участник специальной военной операции, прибывший в родной город на время отпуска, встретился со студентами первого и второго курса. Подробности встречу в репортаже Александры Гусевой. В преддверии Дня Победы студенты политехнического колледжа познакомились с героем нашего времени. Человеком, который стоит на защите интересов нашего государства и выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. К гостю учащихся немало вопросов, но абсолютное большинство интересует карьера военнослужащего. Как война попала, заканчивалось Суворовское училище, Ташкентское общевысковое командное училище. Вот так я и стал военным, профессиональным. Случилось так, что необходимо было уволиться из вооруженных сил Российской Федерации. 27 лет перерыва, сейчас опять мобилизовали, призвали в армию. Служим, защищаем Родину. Защитник России ранее уже служил в нескольких горячих точках. Был участником боевых действий в Афганистане и Чечне. Сейчас бойцу 57, но возраст, отмечает он, не помеха, когда дело касается защиты и интересов государства. Сегодня командир батальона выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО. Сейчас военнослужащий в Самаре. Приехал на время отпуска. Но уже через пару дней ему снова предстоит вернуться на Донбасс. На встрече, которая прошла в формате диалога, студенты смогли задать все интересующие вопросы. Многим хотелось узнать, как обстоят дела у наших бойцов. Доходит ли до них гуманитарная помощь и насколько страшен свист пуль над головой. Военнослужащий постарался ответить каждому из них. Я очень сильно за них волнуюсь. Я вижу и слышу разные истории, которые происходят там. И сегодня, когда я задала вопрос, и наши студенты колледжа, и ответили на вопросы, достаточно много узнали нового. Впечатлений, на самом деле, очень много. Это был мой не первый разговор с человеком, участвующим в СВО, у которого были не первые боевые действия, опыт в них. И, в принципе, мнения у них у всех сходятся. Но это, конечно, все страшно, но я, на самом деле, очень рада что-то поговорить и задать интересующие вопросы, на которые можно было получить честный ответ. Самарские студенты принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и в таких масштабных акциях, как письмо солдату и посылка солдату. Хватает всего, но оно же имеет свойство заканчиваться. То, что гуманитарная помощь приходит и по одежде, по обмундированию, ну что же, необходимая помощь рвется, изнашивается, заменяем. Ну, то, что получаем от гуманитарной помощи, благодарны, конечно. Но остальное все есть, все в наличии. По словам военнослужащего, на сегодняшний день батальон обеспечен всем необходимым. Бойцы выполняют поставленные спецзадачи, помогая и поддерживая друг друга. А весточки из родного дома греют душу и напоминают, что их помнят, любят и ждут. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Дорога к победе. Автопробег под таким названием встретили в Самарской области. Его участники – ветераны войск правопорядка из Приморской ассоциации «Братство Краповых Беретов» и Краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн». Они преодолели уже более 9 тысяч километров. Тему продолжат наши корреспонденты. Они посетили уже 22 региона страны и более 25 городов. Цель акции «Дорога к победе» – передать бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и росгвардейцам автомобили, приобретенные на средства жителей Приморского края. Автоколонна везет гуманитарную помощь детям Донбасса. Еще одна цель «Дороги к победе» – передать икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александр-Невской лавре. Несколько раз уже отвозили гуманитарку туда. У меня это уже не первое. К идее пригласили ветеранов морской пехоты. И совместно приобрели на средства наших граждан Приморского края автомобили. И выдвинулись непосредственно в Луганск, Донецк. По пути следования заезжаем в города, проводим уроки мужества, посещаем памятники, возлагаем цветы. Маршрут автопробега прошел через Тольятти. Его участников встретили росгвардейцы. Вместе с ветеранами они возложили цветы к мемориалу в местном парке Победы и побывали в школе номер 14, которая носит имя кавалера Ордена Мужества Ивана Ханипова. Мы очень рады их приветствовать здесь. Мы подготовились, организовали проведение возложения и проведение уроков мужества, для того, чтобы те защитники Отечества, которые 20-30 лет отслужили, все являются ветеранами боевых действий, помнят и знают историю, рассказывали нашему молодому поколению, что сейчас происходит, что происходило раньше. Автопробег «Дорога к Победе» не последний, как и сбор гуманитарной помощи. Кроме одежды, обуви, товаров первой необходимости, на Донбасс отправляют письма, рисунки и посылки для бойцов Росгвардии и сотрудников морской пехоты. Ольга Павлова, События. 42 участка самарских дорог отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На трех из них сейчас работают в самом разгаре. На улице Ярошевского подрядчики выполняют фрезерование старого дорожного полотна. Чтобы не создавать помех движению машин, работы производят ночью. На месте ремонта работала и наша съемочная группа. Три ночи требуется подрядчикам, чтобы отфрезеровать старое дорожное покрытие на улице Ярошевского. В среднем за одну ночь удается срезать до 5000 квадратных метров асфальта. Несмотря на то, что дорога на большем ее протяжении односторонняя, а проезжая часть не столь широкая, перекрытие движения не требуется. Да и ночью оно не такое оживленное. Маршрутов общественного транспорта здесь нет, а автомобили, дорожные рабочие, пропускают. Небольшие осадки, помехой на текущем этапе работы тоже не становятся. Фрезерованию дождь не мешает. Ну, дождь не сильный, не мешает работать. А вот здесь следует перестановка. И будут переустанавливаться, демонтироваться и будут перестанавливаться. Всего ремонту большими картами свыше 100 погонных метров по всей ширине проезжей части подлежит полтора километра улицы. Это почти 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Рабочие, помимо фрезерования, выполнят поднятие люков смотровых колодцев на проектную высоту. Они будут на одном уровне с покрытием. Затем уложат новый асфальт. Применят современную смесь «ЩМА-16» на полимерно-битумном вяжущем, что обеспечит высокую прочность полотна. При этом укладку будут производить только при сухой погоде. На всех этапах качество работ контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Подрядчик заинтересован в качестве не меньше, ведь предстоит приемка, а гарантия на покрытие будет составлять 5 лет. В случае возникновения дефектов подрядной организации придется переделать ремонт исключительно за счет собственных средств. Возвращаясь к вопросу укладки, это погодные условия для того, чтобы основание было подготовлено, были подняты люки инженерных коммуникаций, для того, чтобы застыл бетон, тоже нужно время. И для того, чтобы подготовить улицу, то есть обеспылить, почистить, сделать розлив вяжущего, тоже нужно определенное время. То есть это цикл, который необходимо соблюдать в обязательном порядке. Участок улицы Ярошевского от Новосадовой до Маломосковской – один из 42, которые в этом году будут отремонтированы в Самаре на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Учтены результаты диагностики состояния покрытия, которое заблаговременно выполняется в специализированной передвижной дорожной лаборатории. Кроме того, перечень дорог местного значения, подлежащих обновлению, был сформирован исходя из предписаний надзорных органов, просьбы жителей и расположения на улицах объектов массового притяжения горожан, медицинских, образовательных и других социальных учреждений. На Ярошевского располагается ряд таких объектов, в том числе гимназия и детский сад. Родители каждый день привозят своих детей. И автомобилисты, и общественники, и сотрудники образовательной сферы отмечают, что из-за некачественной дороги здесь образовывались пробки. Дорога была полностью разбита. Мы хотели ее увидеть гладкой, ровной, красивой, чтобы по ней было приятно ехать, чтобы ее было приятно переходить, чтобы она своей красотой радовала наши глаза. И отвечала всем требованиям безопасности дорожного движения. Качество дороги для нас является очень важным. Все работы выполняют по графику. Ориентировочная дата окончания ремонта – 9 мая, чтобы после майских праздников горожане на работу и домой ездили по обновленной дороге, а подвоз детей к образовательным учреждениям был беспрепятственным и комфортным. Специалисты также отмечают, что в этом районе в текущем году на средства дорожного нацпроекта будут охвачены ремонтными работами улицы Мичурина и проспект Масленниково, которые частично были приведены в порядок в прошлые годы. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, Николай Сидоров. События. Самарские дворы преображаются по федеральной программе формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в городе будет благоустроено 46 территорий. Шесть из них находятся в промышленном районе. Какие работы ведут во дворе 147-го дома по Московскому шоссе и что там хотят видеть жители – в нашем сюжете. Сейчас здесь раздаются звуки строительной техники, но уже к концу лета их сменит детский смех. Двор 147-го дома по Московскому шоссе благоустраивает в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды – нацпроекта «Жилье и городская среда». В промышленном районе, как и в принципе на всей территории Самарской области, реализуются несколько программ по благоустройству дворовых территорий. Это, конечно, программа «Комфортная городская среда», в рамках которой у нас будет благоустроено шесть дворовых территорий. К работам приступили на всех шести территориях. По контракту срок окончания работы – 31 октября. Ольга Ватякова живет в 147-м доме со дней его постройки – более 40 лет. Рассказывает, когда-то здесь была детская площадка, но она давно пришла в негодность. А жители за эти годы сплотились. Вместе выходят на субботники, сажают во дворе цветы. Теперь решили благоустроить территорию и приняли участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Разногласий по проекту не было, учли интересы всех. По периметру дома и снаружи и во дворе появятся тротуары. Кроме того, предусмотрена прогулочная зона, детская игровая площадка и площадка для воркаута. «Больше всего я хотела воркаут. Для чего? Сейчас объясню. Воркаут у нас идет не для малышей, потому что для малышей у нас есть где 151-й дом, а здесь специально задумали воркаут для подростков, чтобы им было куда себя применить. У нас многие мальчики занимаются спортом, и, глядишь, к ним начнут другие подтягиваться». Работы в этом дворе уже идут. Сейчас готовится основание под детскую площадку, потом установит игровой комплекс, балансир, качели, после чего будет уложено прорезиненное покрытие толщиной в 5 сантиметров. «Активные жители выходят, консультируются, спрашивают, советуют что-то, просят о каких-то моментах. Мы всегда идем на диалог, всегда прислушиваемся, и все, что в наших силах, мы готовы помочь им, естественно, и согласовать им все моменты, так как это их двор, и им тут жить, и наслаждаться данной красотой». В Самаре в этом году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 46 дворов. В промышленном районе преобразятся 6 территорий по адресам. Улица Старый Загора – 84А, улица Физкультурная – 98, Московское шоссе – 147, улица Победа – 97, 97А, 97Б, проспект Карла Маркса – 280 и Нововокзальная – 138. Напомним, привести в порядок можно как дворы по заявке жителей, так и общественные пространства путем голосования. В этом году самарцы выбирают территории, которые преобразятся в 24-м. Оставить свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру до конца мая. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В Самарском регионе погода позволила раньше открыть дачный сезон. Опытные садоводы рассказали, какие культуры уже можно высаживать, а какие пока рано. С любителями покопаться на грядках встретились корреспонденты событий. Чавель, это как укроп, ну это у нас чеснок. Галина Швырева вместе с мужем Михаилом занимается дачей уже 35 лет. Супруги досконально изучили, какие культуры и когда можно высаживать в открытый грунт. За это время участок приобрел сказочный вид. Я много читаю, смотрю по интернету и стараюсь выполнять все, чтобы у нас было красиво. У нас калитка открыта, они заходят и говорят, ой, какой отдых у нас здесь. А я говорю, отдыха здесь нет, мы с утра до ночи работаем. В этом году погода позволила самарцам открыть дачный сезон гораздо раньше обычного. Но опытные садоводы предупреждают, торопиться с высадкой некоторых культур в открытый грунт не стоит. Можно посадить укроп, петрушку, щавель, лук, горох, редиску и репу. Не надо забывать, что ночи-то холодные. Ночи иногда до минуса доходят. Поэтому высаживать, допустим, такую рассаду, как помидоры, огурцы. Огурцы-то в теплицах всегда сажают. Или перцы. Не стоит высаживать, иначе все замерзнет. И могут быть еще заморозки в мае. Поэтому, хоть и весна теплая, но она обманчивая. Рассада томатов, перцев и огурцов у супругов Швыревых пока ждет высадки на закрытой веранде. А вот цветы себя чувствуют уже вольготно. Скоро будет день рождения. К дню рождения, я думаю, цветочки наши распустятся на нашей даче. Пока еще они набирают цвет. Набирают цвет малин тоже. Вот эти вот все цветущие, и спиреи будут тоже цвести. В общем, запах здесь будет, воздух совершенно другой, нежели сейчас. Высаживать плодовые деревья и кустарники уже поздно. Это стоило делать, когда на ветках еще не было листьев, или они только начинали появляться. В этом году из-за теплой погоды деревья распустились гораздо раньше положенного срока. Если сажать яблони и груши сейчас, они вряд ли приживутся. Сезон посадок длится до наступления праздника Троицы. Затем наступает так называемый Духов день. Это значит, что земля должна отдыхать. Пахать и сеять уже поздно. Плодов это не принесет. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Петр Паломеев, Сергей Баскин. События. С наступлением весенне-летнего сезона в столице региона участились случаи укусов клещей. После крепкого зимнего сна они особенно опасны, так как испытывают сильнейший голод. Как обезопасить себя, близких, домашних питомцев? И какую помощь оказать в первую очередь, если клещ все-таки укусил, узнала Ксения Баканова. На две инфекции клеща будем? Да, на две. Жительница села Преображенко Руфина Назарова вспоминает неприятный случай, который совсем недавно произошел с ней и ее собакой. Любимый пес Цесей вернулся с прогулки с сюрпризом – клещом на холке. По счастливой случайности собака не пострадала. А вот новый желез мгновенно облюбовал себе уютное местечко в доме. Неприятный сюрприз хозяйка собаки обнаружила утром. Клещ запутался в ее волосах. Испугавшись, что он может быть переносчиком опасных инфекций, отнесла его в лабораторию. У нас в доме собака. Собаку, естественно, мы обрабатываем от клещей, капаем капли на холку. Соответственно, все клещи бегут с него на нас. Ежедневно проверяем, но получилось так, что недопроверили одного, не выявили. Собаку бережем, а себя не уберегли. С начала весны в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора специалисты зарегистрировали уже более 450 обращений. Для укуса членистоногие выбирают места, где кожа наиболее тонкая. У детей это область головы и шеи, а у взрослых – подколенные ямки и живот. Если вдруг клещ успел впиться, самостоятельно его лучше не вынимать. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо правильно его удалить. Лучше обратиться в лечебно-профактическое учреждение по месту жительства, либо в травмпункт. Если человек решил снять клеща самостоятельно, необходимо сделать это правильно. Обхватить клеща пинцетом, как можно ближе к ротовому аппарату клеща, повернуть его по часовой стрелке и вытащить. После извлечения клеща останется небольшое повреждение кожи. Рану следует обработать антисептическим раствором. Кровососа нужно поместить в стеклянную емкость и отвезти в лабораторию для анализа на инфекции. Главная задача специалистов – определить, опасен ли паразит, который укусил. По статистике, каждый шестой клещ энцефалитный. Заболевания на раннем этапе можно легко перепутать с ОРВИ. На третий день после укуса появляются температура и слабость. Энцефалит может вызвать серьезные осложнения, инвалидность и даже летальный исход. Врачи рекомендуют обезопасить себя до момента укуса и сделать профилактическую прививку. Существует вакцина против клещевого энцефалита. Она проводится тем контингентом, которые подвержены максимальному риску заболеть. Это, как правило, лица, работающие на природе, в лесу или работающие с живыми культурами, например, в каких-то лабораториях. Вакцинация возможна для людей, начиная с 12-месячного возраста, то есть начиная с детей. Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клещей, необходимо правильно одеваться. Ноги должны быть полностью прикрыты, верхняя одежда с длинным рукавом, а футболка полностью заправлена. Также обязателен головной убор. Животным клещи могут передавать не менее опасное заболевание – бобезиоз, в простонародье – пироплазмоз. Инфекция опасна только для собак и человеку не передается. Если все-таки с вашим бетонцем случилась такая беда, и он заболел, каковы могут быть первые признаки? Это вялость, слабость, отсутствие аппетита, температура, мочеиспускание с элементами крови, желтые слизистые. Если вы все это наблюдаете в своем питомце, вы просто обязаны обратиться в ветеринарную клинику и сдать общий анализ крови с соответствующим мазком на выявление этих микроорганизмов. Защитить четвероногого друга от клещей и болезней, которые они переносят, поможет профилактика. Следует проводить регулярный осмотр собаки после прогулки, а также использовать различные средства. Это могут быть капли на холку, спреи или специальные ошейники. Молодец, молодец. А пока зубки мне нет? Ну, дай зубки. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. Это музыкальное произведение стало визитной карточкой Самары. В честь 115-летия со дня премьеры вальса Ильи Шатрова на сопках Маньчжурии в Струковском саду прошла творческая акция. Подробности расскажет Александра Гусева. Эта мелодия уже более века известна не только в Самаре, но и во всем мире. Вальс на сопках Маньчжурии, написанный капельмейстером прославленного Макшанского полка Ильей Шатровым, не перестает звучать и сегодня. Он есть в репертуаре практически всех духовых оркестров мира. Когда звучит вальс на сопках Маньчжурии, за артистов оркестра я могу сказать то, что у нас возникает такое волнение и трепет перед этим произведением, потому что здесь, в Струковском саду, оно было впервые исполнено, и это как визитная карточка нашего города. История создания произведения тесно связана с Самарой. Именно здесь Илья Шатров написал его и впервые представил публике. Премьера состоялась 24 апреля 1908 года на площадке Струковского сада. В честь этого памятного события накануне Самарский концертный духовой оркестр провел творческую акцию, посвященную знаменитому вальсу. Сегодня позвучат вальсы, написанные примерно в ту же эпоху, в 1900-х годах, в начале 20-го века. Кроме вальса на сопках Маньчжурии, это вальс «Амурские волны», и вальс Джойса «Воспоминания», и вальс Дрейзена «Березка». Концерт прошел у скульптурной композиции, посвященной первому исполнению вальса. Напомним, в 2013 году Самарский концертный духовой оркестр вышел с инициативой о проведении целого фестиваля в память о легендарном вальсе. Он так и называется «На сопках Маньчжурии» и проводится уже на протяжении 10 лет. Этим летом Самарский духовой оркестр вновь примут в нем участие. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Продолжайте следить за новостями.